Более двух тысяч домов остались без газа в результате дорожно-транспортного происшествия. Напомню, рано утром на улице Просторной автомобиль врезался в газовую колонку. После ДТП произошел взрыв и возгорание. Сообщение о происшествии поступило в 6.01, в 6.45 пожар ликвидировали. На месте работали 5 единиц техники и 16 человек личного состава. Автомобиль у нас с огнем уничтожен, можно сказать. Он в результате ДТП врезался в газовую трубу. То есть сам газовый узел, газораспределительный, он целый. Вот именно трубу сбил, газ распламенирся. В результате ДТП двое пострадавших отражал газ. Повторюсь, в результате ДТП пострадали двое мужчин, которые находились в машине 29 и 30 лет. Они были госпитализированы в больницу в тяжелом состоянии. Пострадавшие получили ожоги рук, ног и лица. По словам медиков, мужчины были в состоянии алкогольного опьянения. Тому, который 29, состояние его тяжелое, он находится в общей палате. У него комбинированная травма. Это термический ожог первой-второй степени, 15% поверхности тела. Ожоговый шок легкой степени, плюс вывих левого плеча. Второй пациент 30 лет. Термический ожог площадью 40% поверхности тела. Это поверхностные ожоги, они шрамов не оставляют. Когда выпишут из больницы виновников происшествия, неизвестно. А вот восстановить газоснабжение на этом участке обещают только завтра утром.